Теперь, мои хорошие, наступил ещё один важный момент. Это отношение с Богом. Это самое сложное, самое сложное. Отношение с Богом находится в памяти человека. А память отношений с Богом, она очень медленно зарождается в нашем сердце, потому что эта память побеждает всю нашу жизнь в этом материальном мире. Человек, который строит отношения с Богом, он уходит к Богу, в конце концов. Он получает духовное тело и живёт в вечной любви, понимаете? Живёт там, где мы даже не представляли, что такое вообще может быть. Понимаете, то, что я вам сейчас говорю, это даже трудно поверить, что человек может жить без всякой старости, без всяких смертей, без болезней, в вечном настоящем. Он постоянно испытывает огромное счастье и постоянно чувствует огромную бесконечную любовь. Как бы нам это очень трудно понять, но иногда человек в песнях как-то догадывается о том, что такое бывает. Чудеса означают контакт с Богом. Есть три сферы жизни человека. Первая сфера находится в сердце. Когда человек свою память от себя отрывает, мы постоянно думаем о себе. Когда человек в своей памяти так или иначе соприкоснулся с Богом, или он удивился святости, или он просто настраивается на звук тех, кто молится и побеждает тем, что он думает об этом звуке, свою судьбу. Или он идёт по святому месту и радуется этому святому месту и чувствует чистоту и счастье внутри себя. Или он увидел, как человек молится или поёт о Боге, и вдохновился этим. Что бы ни произошло, если человек от себя оторвался и переключился на того, кто молится или на Бога, то в этот момент его память приобрела совсем другое свойство. Вот на кого бы мы ни отрывались, на какого человека, на какую собачку, на какую машинку и на какое увлечение в своей жизни, мы никогда не сможем оторваться от судьбы. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, что если мы думаем о том, кто молится, или о самом Боге, или о алтаре, или о святом месте, в это время наша память соприкасается с тем, что разрушает все препятствия и разрушает саму идею страданий вообще. Поэтому главная цель человеческой жизни, которая избавляет от стресса только одна, это научиться забыть про себя и помнить о том, кто бесконечно наполнен любовью. И первое, что произойдет в человеке, если он это сделал, будет делать, у него в сердце появится чувство радости, несмотря на все трудности, которые он испытывает в жизни, несмотря на все страдания в сердце, спокойствие, все будет хорошо. Это первое, что происходит. Это называется первый круг жизни. У нас три круга жизни, три сферы. Первая сфера жизни наполняется в результате контакта с молитвой, с Богом. Но потом, если человек не успокаивается, продолжает молиться, и при этом он хочет, желает счастья другим, всем своим близким, родственникам, то он входит во второй круг жизни. Во втором круге жизни делать нечего, если ты не прощаешь и не простил, если ты не терпишь. Там, во втором круге жизни, надо всех простить, всех принять, всех вытерпеть. И тогда у тебя начинают ниточки незримые восстанавливаться в отношениях с теми, кто испытывает твою жизнь, кто для тебя является испытателем, кто Богом для тебя послан, для того, чтобы облагодетельствовать тебя, сделать сильным и счастливым, а ты его проклинаешь, думаешь, что он тебе чужой человек. Только близкие люди заставят нас страдать больше всего, потому что так хочет Бог. Итак, второй круг жизни — это круг в отношениях, жизнь в отношениях. Когда человек продолжает свою молитву и желает счастья во время этой молитвы, думает о Боге и желает счастья своим близким людям, то постепенно его чувство переходит в отношения. Сначала он себя чувствует хорошо, а потом он чувствует, что может общаться с теми, на кого даже смотреть не мог. Могут месяцы на это уйти, но когда второй круг жизни восстанавливается, человек становится раскрылённым, его крылья становятся распущенными, он перестаёт быть зажатым в своей жизни и замкнутым. Причина зажатости только одна — он не может наполнить счастьем то, что связано с его собственной жизнью, но находится в отношениях с другими людьми. А если уж говорить о стране чудес и о чуде, то это третий круг жизни. Когда человек продолжает молитву и дальше, потому что большинство людей успокаивается, когда вот здесь хорошо стало, а дальше трава не расти. Но если человек продолжает молиться дальше, то он способен вернуть себе мужа, вернуть себе жену, вылечить ребёнка и так далее. То есть это и есть то, что делают святые люди, это и есть чудо. Понимаете, когда человек не свою жизнь меняет, а жизнь другого человека, который с ним связан. Вот это и есть чудо. Вот это чудо здесь прямо в Израиле в моей жизни произошло. Когда моя сестра двоюродная, с которой мы много-много, десятки лет не общались, мы уже и не помнили друг от друга, она начала слушать мои лекции, не зная, что это я читаю лекции. А потом она узнала, и мы с ней соединились, узнали друг от друга, а это была одна из причин, почему он в Израиль приехал. У меня здесь есть двоюродная сестра. Она не верила, что она устроит свою личную жизнь. Но когда человек занимает духовную практику, все побеждается в его жизни, все препятствия разрушаются, потому что так устроена духовная жизнь, так устроено отношение с Богом. Так, один из методов очень сильной воскрешения этой памяти не о себе. Это метод, применяемый в древней культуре через звук. Маленькие дети, которым было по пять, по шесть, по семь лет, они приходили в школу, и преподавателем главным был не просто учитель, а святой возвышенный человек. Он их только одному хотел научить, чтобы они научились слушать не себя. И он повторял молитву, а они повторялись за ним. Он повторял молитву, а они повторялись за ним. И это длилось много-много дней. Пока дети не переключались с себя на него, пока они, повторяя молитву, думали не о себе и не внутри себя, а думали о нём. И когда ребёнок начинал думать о нём уже, о святом человеке, это называлось инициацией. То есть что это значит? Это значит, я живу не своим звуком, а его звуком. И потом, когда этот учитель уходил, тогда не было магнитофонов. Но ребёнок, когда читал молитву, он как будто бы читал вместе со старшим. И читал так же, как он, как старший. И в результате этот ребёнок побеждал полностью всю свою судьбу. Потому что когда человек в памяти держит старшего во время молитвы и читает с его настроением, с его жизнью, а не со своей, то в это время вся его судьба растворяется в этом духовном звуке. Это и есть главная цель человеческой жизни — забыть про себя и начать думать про Бога. Потому что одновременно невозможно. Память работает или там, или там. Или ты забываешь про себя и думаешь о Боге, или ты думаешь о себе и страдаешь. Если ты забываешь о себе, ты становишься счастливым, наполняешься Богом. Если помнишь о себе, становишься несчастным, наполняешься своей судьбой. И сейчас мы с вами будем пробовать так же делать. То есть есть молитва, еврейская молитва, как раз кстати, потому что мы находимся нигде иначе, как на этой земле, которая предназначена для этой молитвы. Мы эту молитву слушаем с вами. И в этом слушании есть три стадии. Первая стадия. Я вот то, что мы делали с мужчиной, мы пытались слушать со всей силы. Когда человек начинает слышать тех, кто молится, у него есть одна только проблема. А может они не такие святые, чтобы их слушать? А вот дайте мне такую молитву, чтобы очень святые читали. Мои хорошие, пытайтесь понять, что даже если грешник будет читать молитву, и я на него настроюсь, это значит, что я настраиваюсь не на грешника, а на Бога. Запомнили, да, о чём я сейчас сказал? Что человек, который молится, он себя уже в это время не представляет. Когда человек молится, Бог входит в его слова сам. Если он личный, значит, он может в слова входить. Понимаете? Поэтому если люди искренне молятся, они наполняются Богом. И я если молюсь так же, как они, то я тоже наполняюсь Богом. Больше того, я когда молюсь вместе со своими подчинёнными, которые у меня учатся, и на их звук настраиваюсь, я тоже наполняюсь Богом. И мне так легче молиться, чем одному. Понимаете? То есть даже если младшие молятся, а не старшие, всё равно ты наполняешься Богом рядом с ними. Потому что в нашу эпоху люди могут победить судьбу только совместной молитвой. Означает, что я слушаю не себя, а те, кто молятся рядом со мной. А потом уже я и себя начну слушать. Я сейчас вам объясню, как это происходит. Первый этап. Я настраиваюсь на общий этот звук. Вот этот звук молитвы, этот звук, меняющий судьбу, называется на санскрите Шабда Брахмана. Одна девушка меня спросила, я, говорит, начала слушать вот этот звук зала. И говорит, у меня возникло такое чувство, что я вошла в такую атмосферу, где всё соткано из звука. И эта атмосфера, она очень большой силой обладает. Я даже вам не могу это передать. И мне страшно стало, я оттуда убежала. Я ей сказал, я всегда в эту атмосферу стараюсь попасть. И там ничего страшного нет, там есть только силы и победы, и всё. Больше там ничего нет. Знаете, эта атмосфера соткана из молитвы, из желания думать о Боге. Атмосфера победы над судьбой. Шабда Брахман. Все священные писания говорят, что сначала был звук, или сначала было слово. Слово это было связано с Богом или Богом. Понимаете, да? То есть вот эта вот сила звучания божественного, оно является главным. Мы должны с ним соединиться, слышать его во время молитвы. Это очень важно. Потом, когда человек становится развитым, он уже в своём сердце это слышит. Значит, ему больше никого слышать не надо. Но это не наш уровень. Итак, первое, я начинаю слышать вот этот вот общий звук молитвы. Вторая стадия. Я на него опираться начинаю, и я повторяю. Я желаю всем счастья очень крепко, мне нравится, как я повторяю. Я желаю всем счастья, мне хорошо. Но я при этом слушаю вот общий звук. И третья стадия. Слушайте внимательно. Человек повторяет, повторяет, и неожиданно вот так внутри, так, ух, становится хорошо. И как будто что-то открывается. Каждый это по-своему чувствует. У некоторых сразу образы какие-то там внутри идут и так далее. Но это не надо отвлекаться. Это просто в это время ваша судьба распахивается перед вами. И там память о себе очень сильно вспыхивает. В это время не надо погружаться в эту память о себе. Нужно слушать, продолжать голос молитвы и желать всем счастья. Но запомните, когда вот это всё распахнулось, в это время ваша судьба начнёт лечиться. Вы будете этим звуком побеждать свою жизнь. На третьей вот этой стадии. Понятно? А до этого просто слушаем, повторяем. И идёт активизация разума. То есть, когда мне желают всем счастья, значит, разум уже ожил, у вас есть сила. И дальше этот разум зайдёт в сердце, откроет его и начнёт там через память. Вы будете параллельно помнить о Боге и о себе. И ваша память о себе приведёт вас к тому, что в сердце станет прекрасно. Вы скажете, у меня всё хорошо. Первый круг победы над судьбой закончен. Потом через несколько месяцев молитвы вы скажете, у меня в отношениях всё хорошо. Хотя всё плохо. Вы не общаетесь. Но вы уверены, что всё хорошо. Второй круг молитвы побеждён. Второй круг жизни. Там победа. И на третьем круге жизни. Что произойдёт, знаете? У вас всё наладится. И это будет чудо. А когда вы чудо получите в жизни, у вас будет вера сразу. Вера только через чудо приходит. Человек не может быть чудо поверить. Ему нужны доказательства очень серьёзные. Очень серьёзные.